Государственная поддержка помогает развивать популярные места Приморского края. Так, экотуризм на горе Пидан обрел лесную школу, в которой учат людей правилам поведения в лесу и помогают им набраться сил для восхождения на вершину. По словам Натальи Бугоец, идея создать место отдыха вдали от городской суеты появилась одновременно с предложением о дальневосточном гектаре. Это обучение для людей знаний о природе. То есть, ну вот даже если мы вокруг посмотрим, да, я начну вас спрашивать, вы мне большую часть деревьев не назовете, только те самые узнаваемые. Идя в лес, нужно понимать, что нужно вести себя так, чтобы не навредить природе, но и чтобы природа не навредила тебе. Вот. Бывает такое, что люди забывают что-то взять с собой, да, например, сахар, соль, чай. То есть, какими растениями можно это восполнить. Теперь туристы перед восхождением на Пидан могут остановиться в уютном гостевом доме, посидеть вечером у костра. На территории лесной школы есть и своя пасека, которая построена благодаря краевому гранту «Агростартап». В будущем здесь планируется дальше развивать агротуризм, прокладывать экологические тропы и построить кафе. Сейчас же есть грант именно как агротуризм. И, безусловно, для того, чтобы территория была привлекательной, в нее нужно вкладывать средства. И нам обещали местная администрация и краевая администрация помочь с дорогой, с электричеством. Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронс подчеркнул, что поддержка малых форм хозяйств является одним из приоритетных направлений работы ведомства. Так, в этом году гранты «Агростартап» получили 13 хозяйств на развитие пчеловодства, растеневодства, молочного животноводства. Также три гранта выданы по программе «Семейная ферма». Всего направлено более 120 миллионов рублей. Напомним, губернатор края Олег Кожемяка заявил, что отрасль сельского хозяйства формирует продовольственную безопасность региона. Для приморских аграриев в условиях санкций предусмотрено около 40 различных мер государственной поддержки. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.